Послушайте, как звучит Бенгали, меня учили в Навадвипи. Я небольшой эксперт, но примерно вот такая мелодия, это вся читание Чаритамрита написано в такой мелодии. Запомнили мелодию? Да. Вот вся читание Чаритамрита на эту мелодию читается. В одной такой деревне жил Браман Курма, который был строгим последователем век. Он с большим почтением и преданностью пригласил Господа Чаританию Махапрабу в свой дом. Браман отвел Господа Чаританию Махапрабу к себе, омыл ему стопы и вместе с домочадцами выпил эту воду. С огромной любовью и уважением Браман Курма стал подносить Чаританию Махапрабу разные явства. А когда Господь отобедал, Браман вместе с членами семьи отведал остатки его трапезы. Затем Браман стал возносить молитвы. О мой Господь, на Твои лотосные стопы медитирует сам Брахма, и теперь эти лотосные стопы осветили мое жилище. Дорогой Господь, счастье мое не знает границ. Поистине описать его невозможно. Сегодня моя семья, мое рождение и мои богатства покрыли себя славой. Браман стал. Сейчас я скажу пару слов, чтобы продолжить. Нужно заметить тут одну вещь, что Браман Курма, он ощутил огромную любовь к сочетаниям Махапрабу. Просто увидев его, услышав, в нем пробудилась любовь. Здесь описывается это. С огромной любовью и уважением. Он стал служить ему. И кроме этого, он обратился к нему словами, «О мой Господь, на Твои лотосные стопы медитирует сам Брама». Он увидел в нем верховную личность Бога. Это была очень необычная душа Браман Курма. Фактически он, увидев Господа Читания, достиг освобождения. Он осознал личность Бога. И поэтому он сказал, что «Мое счастье не имеет границ я». То есть лицом к лицу встретил тебя. Тебя, стопам которого поклоняется сам Господь Брама. Этот Браман означает «Совершенствие знал веды». Он в совершенстве постиг Браман, дух, душу. И теперь удостоился вот этой редкой возможности видеть воочию Господа Читанию и понимать это. Все, что он говорит, это глубоко реализованные вещи здесь, в Читании Чиритамрите. Далее читаю. Браман стал умолять Господа Читанию Махапрабху. Дорогой Господь, пожалуйста, прояви ко мне благосклонность и позволь мне пойти с тобой. Я не в силах больше терпеть волны страданий, причиняемых мирским образом жизни. Вот здесь есть комментарий про Пабхады. И Браман Курма, он больше не хочет продолжать материальное существование. Мы тоже не хотим продолжать материальное существование, но и расставаться пока тоже не хотим с материальным существованием. Мы сейчас в таком положении немножко двойственном. С одной стороны, мы хотим пойти путем отречения, хотим осознать духовное свое положение, а с другой стороны, мы хотим сохранить и материальное положение. Так вот, Брама Курма был на таком уровне, что он уже не желал сохранить свое материальное положение. Он готов был в эту же минуту оставить все. И вот он взмолился, да, я больше не в силах терпеть волны страданий, причиняемых мирским образом жизни. То есть обычно у человека, ну, когда он страдает, у него все-таки есть надежда, что как-то, ну, будет лучше, жизнь как-то устроится. Но у Брама Курма уже не было таких надежд, он говорит о его большом духовном опыте, о глубоких знаниях духовных. Он готов был всю минуту решить этот вопрос, покончить с материальным существованием, исчерпал всего из себя уже в материальной смысле. Читай комментарий, пожалуйста. Сказанное выше относится ко всем людям, какими бы богатыми и процветающими они ни были. Народ Амадаста Кур подтверждает это. Он говорит, что мирской образ жизни нестерпимо жжет сердце. Полностью оградить себя от беспокойств, которыми изобилует материальный мир, не способен никто. Конечно, деньги могут принести человеку счастье и процветание, однако при этом он вынужден иметь дело с вишаями, чтобы удовлетворить собственные нужды, а также нужды своих многочисленных родственников и подопечных. Столько хлопот приходится брать на себя, чтобы угодить другим. Поэтому народ Амадаста Кур молится «Квишая, Чадия, Хаби Шутка, Хаби Мана». Следует порвать с мирским образом жизни и окунуться в океан трансцендентного блаженства. Иначе говоря, нельзя вкусить трансцендентное блаженство, не отказавшись прежде от мирского образа жизни. Похоже, что с материальной точки зрения Браман Курма был вполне счастлив, о чем свидетельствуют его слова Джанма Кулатхана, которыми он описал свое семейное положение. Теперь, когда все эти достояния увенчались славой, он решил отказаться от них. Он выразил желание отправиться в путь вместе с Ащичейтанем Ахапрабху. В медической культуре было принято по достижении 50 лет оставлять семью и уходить в лес Вриндавана, чтобы посвятить остаток жизни служению Господу. Многим уже в Ахапрабху 50 лет исполнилось? Нам исполнилось уже. Значит, про нас этот комментарий. Остаток жизни нужно посвятить Вриндаване тогда. Сейчас карантин, мы не можем сразу поехать в Вриндаван. Ну, нужно посчитать списки 50-летних составить Вашнавов. Будем управлять, в общем. Ну, давай, читай 127-й текст, который был обещан. Ащичейтанем Ахапрабху ответил «Никогда больше не говори так. Лучше оставайся дома и беспрестанно повторяй святое имя Кришны». Видите, все планы на наши сорвались. Вот то, что Господа Читания ответил Браману Курме. Браман Курма хотел отречься от семейной жизни, оставить все эти мирские обязанности. Собственно, это основано на шастрах, подтверждается шастрами, в комментариях прапада тоже подтверждает это. Но Господь Читания не посоветовал этому делать. Вот удивительно. О чем же тогда говорит Господь Читания? В чем же заключается его учение? Не противоречит ли оно шастрам? Учение Господа Читании не противоречит выводу шастр. Поэтому некоторые вещи, когда человек знает уже вывод шастр, не обязательно для него. Чтобы прийти к выводу шастр, конечно, необходимо следовать варнашам, адхарми, долгу, принять какой-то ашам в свое время, отречься в свое время от чего-то, принять что-то и так далее, двигаться. Но вывод шастр заключается в том, что Господь Читания, бесперестанно повторяй святое имя Кришны, остальное неважно становится. Если мы с вами пришли на эту платформу, если мы получили милость Господа Читании, повторять постоянно святое имя, остальное становится не так важно. Поэтому Господь Читания сказал, никогда больше не говори так. «Лучше оставайся дома и бесперестанно повторяй святое имя Кришны». Отметьте, пожалуйста, этот момент. Он не просто говорит «дома сиди, наслаждайся семейной жизнью». Господь Читания говорит «постоянно, бесперестанно повторяй святое имя». Вот о чем Он говорит. Он не говорит о домашней жизни, недомашней жизни, не об этом речь идет. Речь идет только о воспевании святого имени, больше ни о чем не идет речь. Это вывод всех священных писаний, конечных, что в конечном счете человеку нужно просто воспевать святое имя Кришны, полностью погруженным в это воспевание. Это последнее наставление вверх, вершина всего. Здесь есть также комментарии. Читай, Калантин. Комментарий. Вверх Кали не рекомендуется внезапно оставлять семью, так как мужчины не проходят должной подготовки в качестве брамачарей и грехас. Вот почему Читания Махапрабу порекомендовал Браману Курьми не спешить отказываться от семейной жизни. Лучше оставаться в семье и стараться очиститься, регулярно повторяя Махаман Трухареи Кришна под руководством духовного наставника. Таково наставление Читания Махапрабу. Если все будут следовать данному принципу, никому не нужно будет принимать саньясу. В следующем стихе Читания Махапрабу советует всем стать идеальными семейными людьми, повторяя без оскорблений мантру Хареи Кришна и учая этому принципу каждого встречного. Так оказывается, семейная жизнь теперь престижна у нас, в почете. Раньше все думали, что это только саньяс Сашем, а сейчас все будут думать, что греха с Кашем лучше, чем саньяс Сашем. Но я еще раз хочу отметить, что Господь Читания не говорит здесь об этом, Он говорит только о Святом Имени. Это для тех, кто воспевает Святое Имя. Если кто-то не воспевает Святое Имя, то греха с Кашем — это колодец, слепой колодец в лесу, в котором погибают люди. Но здесь Он говорит, что семейная жизнь вполне подходит для любого человека, который воспевает Святое Имя Кришны. Вот о чем речь идет. Тогда нет необходимости пропаду Газис в комментарии. Принимать саньясу не нужно будет, потому что саньясы принимаются для того, чтобы была возможность воспевать Святое Имя, постоянно думать о Кришне. Только с этой целью. Никак престижное положение в обществе, никакого отношения не имеет престиж к Варнашам Адхарме, к духовной жизни. Неважно, в каком положении человек находится. Поэтому находитесь в удобном положении. Век Кали не рекомендуется внезапно оставлять семью. Не рекомендуется. Почему? Так как мужчины не проходят должной подготовки в качестве брамачарьи греха. Нет ни у кого такой подготовки. Поэтому лучше оставаться греха с Харшами, но воспевая Святое Имя Кришны. И при этом Павлупад говорит, стараться очиститься нужно. Регулярно махамантру повторять и стараться очиститься. Значит, вот это старание. Вот что нам рекомендовано. Не просто повторять круги, а стараться очиститься. Давайте отметим этот момент. Потому что все остальное зависит уже от нашего качества повторения. Все. Метод дан самый совершенный, лучший. Лучше мы не найдем в шахтрах этого метода, чем воспевание имен Кришны. Имя Кришны самое могучное из всех имен Бога. Оно вмещает в себя миллион имен Вишну, наверное. Или сколько? Три тысячи имен Вишну в одном имени Кришна вмещается. Могущество нельзя измерить имени Кришны. Господь Читания говорил, что одно Твоё имя, такое как Кришна Говинда, может освободить всю Вселенную. Имя может освободить всю Вселенную, но я настолько несчастлив, что имена не привлекают меня. И как же мне воспевать? Как же мне привлечься? Необходимо очищение. И Господь Читания дает формулу. Каким же повторять святыми, чтобы очиститься? Как это делать? Оставайся смиренным, терпеливым, почтительным и не жди ничего взамен. Вот так повторяй святую имя. Вот так Кришне обратись. Так твое сердце очень быстро очистится. Тебе нет необходимости думать ашам, условия, быта или прочее. Просто воспевай святое имя, и Кришна тебе сам освободит. Агамтвамсарапапепхи. Потому что освободиться самому сейчас не представляется возможным. Нет такой подготовки. Кришна освободит. Еще прочитаю. Следующий текст. Проси всех исполнять наставления Господа Шири Кришны, изложенные в Бхагаватгите ищи Матбхагаватом. Таким образом, стань духовным учителем и постарайся спасти всех в этих краях. Прочитай Бенгари. Нет. Яридеха тари хаха Кришна упадеша Амара Аджная гуру Ханамара и Деша Аджная читается как Агьяя. Вот это Аджная можно прочитать. Амара Аджная Акха Кришна Амара Аджная гуру Ханатары Деша Амара Адрое гуру Ханатары Деша да вот что он советует браману корме в этом стихе это относится ко всем нам вот эти наставления почему они очень цены почему так выделяют читаем чаритам рите потому что для каждого из нас эти наставления крайне ценны то есть фактически мы все получаем эти наставления сейчас прости всех исполнять наставления господа щекришны изложные в бхагавадгите и шримад бхагаватом таким образом станет неполным учителем и по старайся спасти всех в эти краях вот мы следуем этому принципу этим настроение господа читания все движение основанной этих наставлениях каждый может читать бхагават g skilled излагать бхагават гид�eks 7-х оброков там и стать духовным учителем любой человек может воспевая святое имя и рассказываю баговать видите стать духовным учителем это то что хочет Господь, Господь, Читань, Маха Прабу от каждого из нас, от каждого домохозяина, от каждого семейного человека. Комментарий. Такова высокая цель международного общества сознания Кришны. Многие люди приходят к нам и спрашивают, нужно ли им отречься от семейной жизни, чтобы вступить в это общество. Однако наша цель заключается в другом. Можно и дальше жить в уюте своего дома. Мы лишь просим всех повторять Махаманту. Хрея Кришна, Хрея Кришна, 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 Хрея Кри. Хрея Рама, Хрея Рама, 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 Хрея Кри. А если человек хотя бы немного умеет читать и может прочесть Бхагават Титу, как она есть, ищем от Бхагаватам, то это еще лучше. Данные книги уже переведены, и содержащиеся в них знания представлены очень авторитетным образом, чтобы найти отклик у всех слоев общества. Чем жить, погрузившись в мирскую деятельность, людям всего мира следовало бы воспользоваться тем благом, который дает наше движение. И дома, в кругу семьи, повторять Махаманту, Хрея Кришна. Необходимо также избегать четырех грехов – недозвольных половых отношений, мясоедения, азартных игр и употребления одурманивающих веществ. Из этих четырех грехов самым тяжким считается недозвольный секс. Поэтому все должны вступить в брак. Это особенно касается женщин. Если женское население превышает мужское, некоторые мужчины могут иметь больше, чем одну жену. Тогда в обществе не будет распутства. Если мужчинам позволить иметь несколько жен, то проблема недозвольных половых отношений будет решена. Кроме того, можно готовить пищу из злаков, фруктов, цветов или молока и предлагать эти блюда Кришне. Чего ради люди едят мясо и содержат ужасные бойни? Зачем курить и пить чай и кофе? Люди и так пьют дурман материальных наслаждений. И если они будут одурманивать себя еще больше, то каковы их шансы познать свою духовную природу? Аналогичным образом не следует принимать участие в азартных играх, поскольку они без необходимости возбуждают ум. Истинная цель человеческой жизни — подняться на духовный уровень, не вернуться к Богу. Это суммам бонум духовного познания. Движение сознания Кришны призвано помочь людям достичь совершенства жизни с помощью метода, рекомендованного Щичайтане Махапрабу Браману Курми. Метод этот заключался в том, чтобы жить дома, повторять мантру Хареи Кришна и проповедовать наставления Кришны так, как они изложены в Бхагавадгите и Шимадбхагаватам. Итак, здесь вполне ясное наставление Господа читания. И Шилапрабхада конкретно объясняет, как повторять эту Хареи Кришна мантру нужно, чтобы быть успешным. Он здесь говорит о регулирующих принципах, как соблюдать регулирующие принципы, избегать удурманивающих веществ, незаконного секса, азартных игр, мясоедения. И книги эти уже переведены, он говорит. Они изложены авторитетным образом. То есть все необходимое уже есть для того, чтобы мы могли следовать на сцене Шречитане Махапрабу. Осталась только одна важная вещь, которую могут сделать только преданные, больше никто. Рассказать людям о Шречитане Махапрабу, чтобы люди узнали, кто такой Шречитане Махапрабу. Вот это уже как бы наша с вами задача. Кто такой Кришна, Верховная Личность Бога, каковы Его аватары, какова Его природа, какова природа Его святого имени, Его формы. И кто такой Господь Читания, который приходит в век Кали, и как Он приходил, что Он делал, что Он давал. Это наша задача проповедовать вот эти вещи. Когда люди узнают, чем больше они будут узнавать о Господе Читании, тем больше они будут принимать эти авторитетные наставления Читания Чиритамриты. Смотрите, целое движение основано на этом стихе, на этой шлоке. Парупад основал целое движение. Это настроение Господа Читания очень могущественно. Существует уже целое движение, которое меняет мир. Потому что преданные они несут это знание, эту весть. Весть о Личности Бога, о котором люди не слышали никогда на Западе. О его удивительных проявлениях, особенно о его золотой аватаре. Милостивой аватаре. Который благословил весь век Кали, дал благословение ему. Стал успешным. Больше нечего бояться, говорит. Если мы уже получили от Господа Читания святое имя, больше нечего бояться. Некого бояться. Мы в полной безопасности. За эту короткую жизнь Господь Читания дал нам все. Обрести все. Сочетание Махапрабу далее сказал Браману Курми. Если ты поступишь, как я сказал, твоя мирская жизнь в семье не помешает твоему духовному развитию. Более того, если ты будешь следовать этим предписаниям, мы снова встретимся здесь. Точнее, ты никогда не расстанешься со мной. То есть мы получаем особое покровительство Господа Читания, следуя его наставлениям. Из Господа Читания обещает тот же Браман Курма, он не может расстаться с Господом Читания, он хочет все оставить и уйти с ним. Но Господь Читания говорит, как наилучшим образом сохранить эти отношения, именно следовать наставлениям, и ты увидишь, что это лучше. Мы никогда с тобой не расстанемся, никогда мы с тобой вечно будем вместе. Пока ты следуешь этим наставлениям, мы всегда будем вместе. Вот это удивительно. Удивительно то, что Господь Читания дает. Это дает нам возможность проповедовать по всему миру без ограничений, без всяких привязанностей, потому что Господь Читания идет туда, куда мы идем проповедовать вместе с нами. Мы даже не ищем Господа Читания, Он сам с нами к нам приходит, когда мы проповедуем. Такую возможность в комментарии имеет каждый, того, кто просто выполняет наставления с Читания Махапрабху, под руководством его представителя и повторяет мантру Харе Кришна, по мере возможности учает ему других, никогда не коснется скверно-мирского образа жизни. При этом неважно, живет такой человек в святом месте, например, во Вриндаване, на Вадвипе и Джаганатхапури, или в каком-нибудь европейском городе, где преобладает материализм. Если преданный следует наставлениям Читания Махапрабху, то он находится в обществе Господа. Где бы ни жил такой преданный, он превращает это место во Вриндаван и на Вадвипу. Это означает, что материализм не может затронуть его. Таков секрет успеха тех, кто развивает в себе сознание Кришны. Итак, дорогие преданные, сколько бы мы с вами ни сделали, сколько бы ни организовали, сколько бы ни создали центров, сколько бы ни открыли Бхактиврикш, не забывайте, главное следение Господа Читания Махапрабху. Воспевайте Постоянно Святое Имя и распространяйте Бхагавадгиту и Смадхбхагаватам. Это гарантирует, что мы никогда не станем материалистами. Даже когда разовьем целую организацию с финансами, с созданиями, с последователями, пока мы будем воспевать Постоянно Святое Имя, распространять Бхагавадгиту, мы никогда не станем материалистами. Мы будем жить во Вриндаване всегда. Нас не коснется материальная скверна наших успехов или неудач в материальном мире. Вот такие ценные наставления сегодня предложили вы из Бхактиврикши прочитать. Мы прочитали. Сколько участвует у нас сегодня в этом фестивале онлайн, преданных? 18 человек. Да, возможно, будут вопросы какие-то. Какая у вас программа, скажите мне. У нас такая программа и была, что... чтобы, ну так, лекция и потом вопрос-ответы. А можно вопрос задать, дорогой Гурмухараш? Да, катался. Ананда Болла Хари, да, город Виль. Гурмухараш, хотел у вас уточнить. Сейчас вот такой период, кризис в стране и так далее. У многих преданных проблемы какие-то на работе, с финансами. И, ну, автоматически это может сказываться. На беспокойстве в уме, да, на духовной практике. И я прочитал в Шримадбхагу о том, что Шивопракхупада говорит, что удовлетворенность своим материальным положением — это важнейшее условие для духовного развития. Я хотел бы спросить, вот как достичь нам того самого удовлетворения, чтобы не происходило в нашей жизни, да, какие бы катаклизмы не происходили, и чтобы наша проповедь не останавливалась, и чтобы наш ум не тревожился этими событиями. Всегда помните пример пандалов. Им приходилось труднее. Они испытали великие трудности в течение своей жизни. Мы тоже испытываем трудности, но не такие, как испытали пандалы, каким они подвергались. Также помните, сейчас, конечно, времена сложные, да. Всегда есть беспокойство. Когда Парупаде говорили о каких-то проблемах материального мира, они всегда были, были всегда напряжение, ждали Третьей мировой войны, допустим, постоянно. Третья мировая война, их всегда преследовали постоянно. Сложные времена были, правда? Пугающе. Война во Вьетнаме была, Америка воевала. Ядерная бомба Хиросимы Нагасаки уже были испытаны в Японии. Ужасы, ужасы всегда какие-то были. И они продолжаются и по сей день. Мы ничего не ждем от материального мира. Не должны ждать ничего, как бы, ну, хорошего в этом смысле слова. Потому что мир катится в ад, в материальный мир. И Парупаде на эти вопросы отвечал, ну, таков материальный мир. Он не говорил, что в мою бытность было еще труднее. А было труднее, потому что это была колония, английская, Индия. И там тоже много было жертв, много было насилия. Парупада прошел через ужасы, бомбежки. В Калькутте жил во время Второй мировой войны. Он не говорил ничего об этом. Просто говорит, таков материальный мир, говорил преданным. И у каждого в судьбе выпадают какие-то беспокойства, доля каких-то страданий, беспокойств будет обязательно. Но мы сейчас настолько защищены с вами движением сознания Кришны, святым именем. Нам, преданным, не нужно быть такими малодушными, нам нужно быть сильнее духом, чтобы продолжать при этих обстоятельствах успевать святые имена и другие вдохновлять людей. Сейчас хаос в умах, понимаете, сейчас другая как бы проблема. Ум. Психические проблемы сейчас. Люди мыслят, и в уме ад возникает. Вот какая сейчас проблема. Поэтому сейчас распространяйте махамантру. Говорите о регулирующих принципах. Вам цены не будет. Люди будут очень благодарны. Это многих спасет сейчас людей. Поэтому не думайте, что на нашу долю выпали самые большие трудности. Нет. В прошлом были и революции, и гражданская война, и Первая мировая война, и Вторая мировая война. Боже мой. Перестройка была, 90-е годы был аддитизм. Испытания не прекращаются, видите. Поэтому не ожидайте ничего от материального мира, особенно. Просто продолжайте миссию. Вот в чем наш смысл. Умрем ли мы живы? Мы продолжаем, мы выполняем свой долг. Мы для этого пришли сюда. Спасибо, дорогой Бурмухара. Дорогие преды, у кого есть вопросы? Бурмухара, скажите, пожалуйста, то, что Госпуча Итания дал наставление Браману Курме, поскольку Браман Курма был семейным человеком, можно ли это, скажем так, соотнести к тому, что давая наставление именно греха, ну, как греха с кашем, то есть Госпуча Итания делал, ну, скажем так, опирался на греха с кашем, что ли, вот в этом наставлении, что греха с кашем должен быть как некой такой основой или опорой в выполнении вот этого приказа, или это не имеет значения? Госпуча Итания не разделял эту миссию, но он для всех одну миссию давал, распевать святые имена. Его называют Аварна еще, одно из имен Господа Итания, что он вне Варн и вне Ашрамов, вне системы Варнашемы, Аварна. То, что он дал, исключительно трансцендентное послание, потому что век Кали Варнашема может стать кастовой системой, но, как правило, становится, вырождается в кастовую систему, в классовые какие-то различия, это по всему миру так, классовые различия, ну вот, а пользы не приносят большой. Поэтому Варнашема Адхарма не очень был, приветствовался Господом на читание, идея. Он сразу давал трансцендентный уровень воспевания святых имен, общения с Личностью Бога. Но греха с кашем, он описан, что это основной Ашрам, Варнашема Адхарме, потому что он поддерживает все, все другие Ашрамы, это главный Ашрам. Если главный Ашрам, представьте, он будет также иметь духовный фундамент, ну, тогда есть ли необходимость какие-то различия еще? спасибо большое. Ану, Горать, Каматаджи, ваш вопрос, да? Ану, Горать, Каматаджи, у вас вопрос здесь? Получается, мы услуги задаем, вопросы, начали договаривались писать, хорошо задам, тяготение еще вниз, и еще, и вверх тоже есть, как это терпеть, и сколько это терпеть, когда это пройдет? Ну-ка, прокомментируй свой вопрос, что за тяготение, это такие вниз. Ну, в смысле, что еще мы привязаны к материальному, в то же время уже понимание, что это не нужно, не приносит счастья никакого. И вопрос в чем? Как это терпеть, как выйти из этого? Терпеть придется, как хочешь, не хочешь. Жить ты все равно как-то будешь, правильно? И как из этого выйти? Нужно воспевать Святое Имя. Серьезно. Отнесись к этому серьезно, пожалуйста. Можно вопрос задать? Да, пожалуйста. Балазарь Прабу, я вам слово передаю, вы не будете. Да, говори. Харе Кришна, добрый день, уважаемый Гуру Махарадж, Шикша Гуру Махарадж. Я хочу спросить, вы как-то сказали в начале, что надо нам всем такую цель поставить, уехать во Вриндаван и там жить. Вы это серьезно сказали? Объясните, пожалуйста. Потом в книге, вы привели пример, мы даже обрадовались, из книги, что сказал Господь наставление Курми, что живи там, где живешь, и каждый день для тебя станет, то место проживания для тебя будет Вайкунха. Вы вроде бы и ответили, но в начале, почему вы так сказали? Объясните, пожалуйста. Да, потому что Пархупада об этом и сказал в комментарии, что это велическая культура, что в 50 лет человек должен устраниться от семейной жизни и поселиться в лесу Виндавана. Это для великих людей прошлого была рекомендация, они следовали этому когда-то. И Браман Курма хотел последовать этому примеру, об этом речь шла в тех стихах. Браман Курма, он не просто по прихоти говорил, чтобы уйти от своих семейных обязанностей, опирался на Священное Писание, на наставление. А Господь Читания ему сказал, нет, не следуй этим наставлениям, следуй другим, оставайся там, где ты есть. Никогда больше так ни мысли не говори. У меня другой план в Кали-Югу. Не оставлять семейную жизнь, а привести в нее Кришну. И это место, где ты будешь жить, станет похоже на Виндаван. Тебе не нужно будет ехать в Виндаван. Создай Виндаван. Вот о чем он говорит. То есть мы с вами отстраняемся от семейной жизни и переезжаем в лес Виндавана, повторяя святые имена Кришны. Вот таким путем. Вот то, что Господь Читания нам дал. Если вы дома имеете алтарь, если вы поете Харе Кришна, ваш дом превращается во Виндаван. Я хотела добавить, что дело в том, что это очень серьезный вопрос. Мы много об этом говорили с мамой. Сейчас я сосредоточусь от страха, у меня убежала мысль, что не всем есть возможность. И Прабхупада сказал, тот, кто читает мои книги, должен научиться читать между строк. Возможно, это было вдумчивое чтение, он его хотел развить в нас, чтобы мы вот именно эту суть послания божественной через свою чатья гуру поняли. Мы действительно никто не можем туда все, весь мир, представьте, сейчас соберется и приедет в облезь Виндавана. И земля такую нагрузку в одной точке не выдержит. Ну, это мой глупый ум так рассуждает. Ну, вот, спасибо, вы ответили на мой вопрос. Спасибо большое. Предная есть. Есть еще вопросы? Харикришна, можно вопрос? Да, пожалуйста. Харикришна, Гула Махараш, Харикришна, предная. Ну, тогда, получается, если у нас дома в Риндава, нам не надо ездить во Риндава, в Индию. Святую Дхаму не надо ездить? Рупада хотел, чтобы предные переезжали регулярно во Вриндаван. Так, быстрее Вриндаван будет распространяться по всему миру. А потом же не хочешь оттуда уезжать? Да, 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 но придется. Придется. Ну, как это совместить? В Вриндавана, твое сердце останется в Вриндаване, в этом как бы есть секрет посещения Вриндавана. Что потом ты не захочешь уезжать и уехав из Вриндавана, твое сердце останется там. Вот оно уже там осталось, теперь что делать? Теперь проповедуй. Ирина Кришна, можно вопрос? Да, пожалуйста. Спасибо, Алимир Матады. Алимир Матады. дорогой Горган Махараджи, такой вот вопрос по поводу бхакти-врикш. Почему вот администрации Ятран замечают, что они против бхакти-врикш, как будто, не знаю, как будто идет какое-то соперничество, или они переживают, что бхакти-врикша разрастется и создаст свою Ятру? какой-то идет, нету, по крайней мере, поддержки и как будто вот, ну, даже против. И еще вопрос, преданные бхакти-врикшу открывать к страхе, сомнению у них, вроде они вдохновляются после таких лекций, а потом у них какие-то страхи, сомнения, это вот из-за чего происходит? Харик Решна. Ну, не каждый готов начать бхакти-врикшу, нужна подготовка, поэтому они боятся. Если вы первый раз делаете какие-то прыжки там в спорте или упражнения, какие-то, акробатические вещи, вы сначала боитесь, вы не умеете, вы должны быть подготовлены к этому. Любая вещь, вы должны ее освоить, также и здесь мы должны освоить какие-то элементарные вещи, чтобы потом вести уже бхакти-врикшу, стать лидером бхакти-врикшу или участвовать там в развитии. Поэтому подготавливайте преданных к этому. Когда человек готов, он не боится уже. Что касается отношения с руководством ядра и бхакти-врикшу, что делайте это вместе, совместными усилиями. Не параллельно, где непонятно, как двоевластие может рассматриваться, администраторами, а совместными усилиями. Адмистративно советуйте с ними, оповещайте о своих намерениях, взаимодействуйте, сотрудничайте вместе с ними, помогайте им, они помогают вам вместе. Объединяйтесь, не действуйте, независимо. Спасибо большое. Корма Грач, сегодня у нас, хотя фестиваль считается азиатский, но у нас есть гости, это представители бхакти-врикши из Австрии, города Вена, где лидером-слугой является Сарасвати Лива Матаджи, ваша ученица, и бхакти-врикши из Канады, которая успешно развивается уже больше года, вот, там, Нерисимка при Яматаджи, там уже сейчас, в данный момент, четыре бхакти-врикши действуют, это вот в Монреале, одна, две в городе Отава и в Калгари, и планируется еще открыть в Монреале, ну вот, этим летом, там одну или две бхакти-врикши, как получится, и в городе Эдмонтоне, вот Нерисимка при Яматаджи ведет все это, ну, скажем так, очень успешно у нее идет, может быть, вы хотите что-то сказать Нерисимка при Яматаджи, или вопрос задать какой-то от канадских бхакти-врикши, Гуру Махараджи. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за лекты, спасибо большое за ответы ваши, вот, мне было очень интересно услышать ответ ваш на вопрос Драупади Матушки, потому что наше руководство тоже не особо осведомлено о том, что бхакти-врикши это домашние программы, они пытаются нас приглашать на служение больше в храм, и мы стараемся служить, вот, у меня большая просьба, дорогой Гуру Махарадж, благословите нас на развитие и на распространение Святой Имени в Канаде среди русскоговорящего населения, потому что очень нам не хватает вот русскоговорящих лекторов, которые бы находились здесь вместе с нами и давали бы вот нам силу в развитии этого движения. Пожалуйста, благословите нас. Ну, проекция уже проекция началась, все у вас хорошо, продолжайте. Не смущайтесь никогда обстоятельствами, просто продолжайте. Вот, и нужно немножко чуть-чуть светиться, сиять. Я тебя не вижу, правда, может быть, ты уже сияешь. Вот, если будешь немножко сиять, то люди будут привлекаться. Спасибо большое, Кришна. Спасибо большое. Может быть, из города Вены, Магина Матаджили, Сарасвадь Алина, Матаджили, если вы, может быть, вопрос есть какой-то у вас. Нету. А вот, Магина Матаджи, мы видим вас. Харе Кришна. Сарасвадь Алина Матаджи, она отсутствует, видимо, она еще не приехала, у них будет, нужна какая-то поездка срочная с посольства. Вот. У меня только благодарность всем организаторам такого фестиваля, Гуру Махараджу, за то, что есть возможность получить эту милость вот так вот, прям непосредственно на развитие по Активрикш. Хотела немножко заметить, что в Европе ситуация чуть-чуть может быть другая, не такая энтузиастичная, как в Казахстане или в других каких-то русскоязычных регионах, потому что вот опыт показывает, Сарасвадь Алина тоже вела как бы достаточно долго группу женские практики всякие разные. И Матаджи очень вдохновляются всякими практиками, но до того момента, как речь не заходит о Господе. То есть они настроены на саморазвитие. То есть им очень хочется вот эта вот волна женских практик, когда развивают женскую природу свою, не знаю, развивают ли свои навыки, умения, собираются какими-то там девичниками, прорабатывают какую-то там карму рода, еще что-то. То есть такими практиками в Европе очень интересуются как бы, да, люди. как только речь заходит о Господе, вот эта женская группа, она просто вот как-то исчезла. И все. И я вот не знаю, может быть, как-то, может быть, есть какой-то опыт у вас, да, вот как этот формат немножко перевести, да, в духовные встречи, потому что это все хорошо, да, саморазвитие, это замечательно, но если это не переходит в какой-то интерес к Господу, то все это, ну, бессмысленно получается. И вот, может быть, Гуру Махараш на эту тему что-нибудь нам посоветует для нас, европейских жителей. Есть ступени, ступени знания. То, что вы сейчас говорите, когда вы говорите о каких-то системах йоги, саморазвития, люди интересуются это начало. И это начало нужно довести до уровня осознания души, которое отлично осознание от тела. То есть, вы говорите о женской природе, например, но без души женская природа непривлекательна. Это лишь антураж. Он может быть красив, но не привлекает, если там нет души, чисто открытой души. То есть, истинная красота изнутри. То есть, вы можете привести таким образом людей к пониманию духовной красоты, что именно душа делает тело красивым привлекать. Мертвое тело отталкивает. Живое тело привлекает. Вы обсуждаете эти вещи до понимания отличия материи и духа. И когда это усвоено, вот тогда вы говорите уже о следующей ступени параматма, сверхдуша, не Господь, еще не Господь, не Бог, а сверхдуша. Вот так же, как душа и сверхдуша. Вы говорите о вселенских законах, что есть женская и мужская энергии во Вселенной существуют, что мы взаимодействуем с этими энергиями на самом деле. От этого сознательно зависит могущество человека, глубина его знаний, влияние на окружающий мир, осознание параматмы. И только после этого, когда люди уже усваивают вот эти моменты, принимают их, вы говорите о всепривлекающем, всепривлекающей личности Бога. Выстроите последовательно вашу проповедь, чтобы она не разрывалась, как бы вот, была научная проповедь, и стала только религиозной пропагандой. Люди думают, а что это странное, какая-то ловушка. Они раньше говорили о самоосознании, о йоге, какие-то применимых, полезных, а тебе раз, Господь, а почему здесь Господь-то вообще, они не могут понять, как это, как это случилось. Теперь мы называемся Бактиврикша, и вот у нас модули, пожалуйста, да, давайте теперь идем по модулям. Поэтому да, последовательно, общайтесь с людьми последовательно. Если они не могут слово Господь слышать, значит другие слова найдете, понятные для них. Харе Кришна, спасибо большое, Гру Махарадж. Я правильно понимаю, что так можно как бы любую тему развивать вот в такой же последовательности? Совершенно верно. Да, да, да. Чтобы люди понимали то, что ступень за ступень усваивали. То есть вначале даем понятие различия души и тела, да, это как бы первая ступень духовного знания. Потом можем перейти к понятию параматмы, не называя как бы это параматмой, да, рассматривая просто энергии Господа во Вселенной. И потом уже как бы переходить к самому Господу. А самое интересное в конце – это красота. Это трансцендентная красота души. Кришна – это то есть в себе привлекающая красота. Личность. Высвечайшая личность. Чай. Харе Кришна. Спасибо большое, Гуру Махарач. Спасибо. Спасибо вам, Марина Матаджи. Так, Кадырбек Утепов. Вопрос. Может быть, вы сами зададите вопрос? Кадырбек, праву. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я совсем недавно начал изучать Бхагавад-Гит, вот читаю, Махабхарту прочитал. Но, знаете, я столкнулся с такой вещью, что все хорошо, я иду по этому пути, но нет-нет, выходит страх. Страх нового. Вот этого нового знания. Как с ним бороться? Но потом вроде все, я дальше читаю уже, пришел к 18 главе Бхагавад-Гиты, страх проходит, но через день опять приходит этот страх. Как вот с ним бороться? Спасибо. Страх приходит, когда есть ощущение потери или возможной потери. Например, я боюсь потерять жизнь, я чувствую, что я тут могу потерять жизнь или потерять здоровье. возникает страх. Могу потерять работу, возникает страх. Могу потерять семью, возникает страх. Страх связан с ощущением потери. Бхагавад-Гиты говорится, что на этом пути потерь нет. Мы только что читали, читаем Черетамриты, ничего не нужно менять в своей жизни, нужно просто добавить, добавить трансцендентное знание. Сегодня я гулял утром, мы здесь живем таким поселением, несколько домов преданных, есть земля, на которой мы сейчас тоже работаем, сажаем продукты, выращиваем что-то, цветы также для божеств. То есть преданных заняты всегда, каждый день. Я тоже занят, у меня онлайн встречи, также занимаюсь творчеством, пишу книги, там что-то делаю. И сегодня гулял, повторял Джапу на улице. Сегодня у меня выходной, я сегодня не давал класс Бхагаватам, потом я пошел гулять. Я увидел преданного соседа, который очень много трудится здесь, на земле, по участкам, по земельным участкам, много чего делает здесь, по строительству, постоянно занят он, постоянно занят. Я увидел его, мне было приятно видеть, что он занят, что человек работает, трудится, что он мог построить дом себе, помог другим это сделать, оформляет. Может вести финансовые дела, очень такой талантливый человек. Я также вижу, что у него две дочери уже взрослые замуж вышли, и тоже радует, что так все хорошо складывает, хороший отец. Я еще порадовался, что у них с женой очень хорошие отношения, теплые, они большие друзья, они вместе преданные. То есть я вспоминал все его аспекты жизни, и это приносило мне радость. И он шел с книгами нашим от Бхагаватом, чтобы провести класс Бхагаватом утром. И мне это принесло самую большую радость, что ко всему этому, что он уже достойный человек, еще добавить сознание Кришны это совершенство жизни. Это самое большое удовлетворение принесло, когда увидел, что он идет с книгами. Этот человек, который так много трудится в материальном смысле слова, так много делает, а утром он идет с книгами на Бхагаватом, чтобы дать провести класс, чтобы вместе послушать, почитать Шримат Бхагаватом о Кришне. Все, это завершенный процесс, жизнь совершенно говорится. Вот это сознание Кришны у нас должно быть все, все аспекты жизни, поэтому в этом смысле бояться не нужно ничего. Если же мы будем с вами чувствовать потери, утраты, это нехорошо. Утрат никаких нет в сознании Кришны потерь. Спасибо большое. Следующий вопрос пишет Матаджи Нурри. Я так правильно сказал, нет, тут написано айфон Нурри. Как перестать завидовать Кришне, служить не получается так, как есть грудной ребенок? Но это тоже служение. Если вы сейчас уже служите Кришне как-то в уме, думаете об этом, значит вы уже воспитываете ребенка. Вы уже духовный учитель для своего ребенка. Это уже служение. Это служение вам дала сама природа стать хорошей матерью. Будете заботиться о здоровье ребенка каждый день, каждую минуту. Заботиться будете о его настроении, когда он подрастет, а потом его умонастроение о том, что он говорит, что он делает, будете заботиться постоянно, будете его воспитывать. Это большое служение воспитать преданного, воспитать своего ребенка в сознании Кришны. Конечно, сейчас ваша главная задача это повторять свои круги, успевать повторять свои круги. Это главное будет ваше служение. Пока ребенок маленький, этого достаточно вам будет. Успевайте повторять свои круги. Спасибо большое. Мададжи, Катрин, вы можете сами зададите свой вопрос? Он очень длинный, написанный. Сможете? Харик Кришна. Сейчас 2 июня будет такой грандиозный Экадыш, что пост даже на воду. Как одухотворить этот процесс, чтобы это не было просто голоданием и не было медитацией на холодильник? плюс ко всему доши у меня лично сразу выходят из равновесия вата, если я не пью горячей воды хотя бы, как минимум. А тут вообще полный пост, там про капельку воды только говорится. Как все-таки это со временем приходит, наверное, вот этот опыт одухотворенности, что в Экадыше вот только духовная пища и все. Как нам одухотворить себя? Бывает, что повторяют даже почти 30 кругов в Экадыше, но что-то не помогает, видимо, недостаточно искренне, что ли. Это у вас такие правила Бхакти-Врикши? Нет. А что это эти правила? Кто говорит? Ну, это идет в описании к в календаре вайшнавских праздников и постов, идет в описании к данным Экадыше, и вот такое было описание. Я помню 90-й год, 90-й год, у нас появилась книга, кто-то перевел на русский язык ее, книга об Экадыше, как правильно проводить Экадыше. Там было написано, что в Экадыше человек, если хочет получить полную милость, он не должен ничего не есть, не пить и не спать ночь. в следующий день тоже не спать, заниматься служением. Ну и кто-то начал это даже делать, а кто-то не мог. У кого-то были такие вопросы, как у вас именно. Итак, у нас появилось две партии. Две партии разделилось, они стали ссориться, спорить. Вот книга Экадыше, есть авторитетное Писание, а другие говорят, а гуру такого не говорил, а прупат такого не говорил, а другие говорят, ну это шастра, прупат говорил, слушайте, шастра, это шастра. В общем, начались потасовки. Ну и пока шли потасовки, все же вверх держала группа фанатиков, и все все-таки постились, чтобы не дискредировать себя, они хоть и ворчали, и жаловались, но постились до смерти. И я тоже постился, чуть до потери не до сознания постились мы. И наконец мы дождались, приехал садху, и Драдим нас с вами приехал в Россию, и он давал лекцию после Киртана, а все мало слушали лекцию, все ждали, когда лекция закончится, чтобы задать вопрос про Экадыше. Он понял, что какое-то напряжение у нас тут в умах, мы не очень внимательны, он закончил на днях, там сухой пост, понимаете, ночь не спать, повторяю мантры, потом еще не спать, потом еще не есть, в общем и так далее. До потери сознания. И мы сказали, кто-то предоставил цитировать шастру, что это полная милость и прочее. он с вами очень интересно, странно ответил, шокировал всех. Он сказал, да ну тебе Кадыше, у меня от них голова болит. Ну уже не знаю, до речи просто отнялся и так далее. И Прабхападат сказал, Экадыш означает пир. Вот когда такие споры разгорались, Экадыш означает пир. Не то, что говорю, что не нужно поститься, если кто-то хочет спаститься, поститесь. Но суть главная не в посте, не в голодовке, как вы сказали только что, а в духовной сосредоточенности. Имеется в виду что? Что в Акадыше у вас есть возможность не работать, ничем другим не заниматься, только воспевать святые имена, погружиться в шастры, таким образом, забыть про еду. Вот о чем речь идет. Не терпеть голод, а забыть вообще в трансе находиться. Вот что такое Акадыш. Если вы не можете находиться в трансе, думаете про пищу, вы должны что-то съесть. Главное находиться в воспевании, иметь силы воспевать, читать книги про упады, слушать лекции. Если вы потеряете сознание и так проведете Акадыш, какая польза от этого. Мертвые герои нам не нужны. Нам нужны сознающие Кришну преданные. Главная цель сознавать Кришну, а уж как вы будете поститься полностью на сухую или как-то еще решить индивидуально. У каждого свои доши, свой склад физики, поэтому здесь индивидуально. В Пандаве Акадыши я обычно постился, мне это не мешало. Иногда пост тяжело проходил, иногда легко проходил пост, как-то у нас традиция старая была. Раньше мы все Акадыши постились, не только пандавый Акадыш, каждый Акадыш постились полностью без воды. Так мы действовали. У нас даже не было календаря. Мы по луне ориентировались, чтобы не промахнуться, мы три дня соблюдали Акадыш. Один день, второй день, третий день, потому что календаря точного не было. И один день без Абабовых, второй день полностью без воды, третий день без Абабовых. Вот так проводили Акадыш. Благодарю за ответ. Спасибо большое. Следующий вопрос от Двара Калилы Матады. Двара Калилы Матады, вы сможете задать вопрос сами? Похоже нет. Пишет Дорогой Чайтанчан Чарантрабу, благодарим за Ваше участие на фестивале. В чем состоит секрет успеха проповедника? Как мне кажется, это сильная связь с Ашилой Прабхадой. Иди к Шагуру. Может быть, еще есть другие стороны успешного проповедника? Раскройте, пожалуйста, этот вопрос. Все преданные успешные проповедники, но не обязательно известные. Ваш вопрос относится к чему? Как известного проповедника или успешного проповедника? Есть известные преданные, есть успешные преданные. Не всегда известные преданные и успешные. О чем вы спрашиваете? Об известности или именно успехе? Если успех, то каждый преданный успешный проповедник в своем роде. Не каждый будет публичный проповедник, но каждый успешный проповедник. Прежде всего, научитесь проповедовать своему уму успешно. Станьте успешны в этой области. Вот и значит успешный проповедник. Проповедуйте самому себе. Вот тогда вы сможете проповедовать эффективно и другим людям. Научите себя самого. Учите себя с книг про упады. Учите себя, когда слушаете лекции. Учите себя, когда повторяете мантру. Учите себя, когда общаетесь с другими. Учите себя. Станьте учителем. Станьте как бы лидером своей жизни. Духовным лидером своей жизни. Так вы станете успешным проповедником. Спасибо. Следующий вопрос от Дропа Диматаджи. Какие наставления дадите на открытие Бактеврикши на казахском языке? Ну, то есть имеется в виду, поскольку мы долго готовились, долго готовили модули. Сейчас модули переведены. Они готовятся, делаются верстка, готовятся к печати. Но в электронном варианте они уже есть. И вот в Чимкенте вроде есть потребность казахской Бактеврикши. Правильно я говорю Дропа Диматаджи? Да, Харе Кришна, несколько есть Матадж появились, которые просят открыть Бактеврикшу. Они не понимают на русском, им очень тяжело. Хотя читают уже по 16 кругов Махамантры. О, это здорово. Молодцы. Мы давно думали об этом, чтобы на казахском языке были программы. И вот наконец вы в Чимкенте делаете. Поздравляю. Но я думаю, в Алмате есть тоже такие Бактеврикши, да? Я слышал несколько. Нет, Бактеврикши пока нет таких, потому что не было самих модулей. Хотя мы готовились к этому довольно давно. Шердакашай Прабу планировал с супругой проводить. Они проводили какое-то время на Махаку, на казахском. Но сейчас какое-то время они не проводят. Но они хотели именно переквалифицироваться на Бактеврикшу. То есть для новых людей именно на казахском проводить. Да, вот я про них и слышал, что они на казахском уже проводили какие-то намахаты. Вот, замечательно. Да, было. Да, надо, чтобы эти намахаты как бы рассказывали о их развитии. Чтобы мы слышали, знали, как это проходит на казахском языке. Спасибо. И потом Актюбинск, по-моему, еще было желание тоже на казахском языке. Так, следующий вопрос. Так. Жумабите Мустафина. Имею я право влиять на воспитание своей внучки. Ей полтора года. К примеру, водить ее на воскресные программы. Я понял так, что родители не очень приветствуют. В этом смысле, что нет таких прав перед родителями. Перед внуком есть такие права. Перед родителями вот бывает нет таких прав. Родители могут быть против. Поэтому здесь нужно принять волю родителей, если они против резко. В любом случае, бабушка окажет свое влияние. Даже если она не будет активно там вмешиваться. Просто то, что есть бабушка, и то, что внуки любят бабушку, бабушка уже будет таким образом влиять духовно на них. А вот эти вот именно права нужно, конечно, согласовать с родителями. Иначе будет серьезный конфликт. Спасибо большое. Так, следующий вопрос. Не знаю, от кого. Харик, пожалуйста, задайте, пожалуйста, вопрос Грудаеву. Как научиться проявлять свои эмоции? С детства нас учили подавлять их. Не плачь, не жалуйся. И сейчас неосознанно также подавляю их. Раскройте, пожалуйста, тему природы эмоций. Спасибо. Эмоции контролируются тхармой. Если нет тхармы, тогда дисциплина просто насильственно, говоря, заткнись, замолчи, не ори, прекрати, сейчас получишь. А нужно занять в это время человека, ребенка, так воспитывать. Не давя на его эмоции, просто тхарма, занятие нужно найти правильное. И сейчас делайте то же самое. Не подавляйте эмоции, а занимайте их в обязанностях своих. Знаете, в чем ваши обязанности? То есть об эмоциях даже не спрашивайте. Лучше выясните, что является вашими обязанностями. Исследуйте этому. И там, в выполнении обязанностей, эмоции вам пригодятся. Жумабике Матаджи пишут, что родители не против этого продолжения вопроса, который по внучке. Может быть, Жумабике, вы скажете что-то? Ну, свой вопрос поясните, который был. Ладно, идем дальше. Решал Кришна Прабу. Тут написано, что вы руку поднимали. Да, меня слышно, да? Да, слышно. Харик Кришна, мои поклоны. Чеданченны Чедан Прабу. Такой вопрос есть у меня. Сейчас карантин, и бахтеврикши проходят онлайн. И видно, что преданные, в основном новые люди, которые еще даже не следуют принципам, они не, как сказать, у них духовная сила затухает, потому что нет программ, которых очные, где Киртон, Прасад, общение. А когда онлайн общение, у них духовная сила, импульс это, духовная искра, она тухнет. И как проводить программы бахтеврикши лучше, вот в данное время? Да, это чувствуется, конечно же, что не хватает Киртона. Видно по их лицам. Вот, это знаете, когда человека долго не кормили, то видно по его лицу, что он голодный, конечно. Так же вы все выглядите такие аскетичные, истощенные немножко, но зато вы уже как бы серьезный становитесь, серьезней. Очень важно стать серьезней. Это время вы не напрасно проводите. А Киртона можно петь даже в одиночестве. Я так делаю тоже. Если даже никого нет, я могу сидеть, петь полчаса или час. Киртон один. Святое имя присутствует. Достаточно этого. Можете слушать хор голосов в небесах. Можете провести Киртон, пропеть мантру, потом слушайте, как в небесах хор повторяет. Как полубоги спускаются к вам с инструментами тоже. То есть, атмосфера будет праздника, так или иначе. Святое имя, оно привлекает, даже полубогов говорится. Поэтому вы никогда один не бываете, когда поете святое имена. Поэтому пойте, как можете, в ваших условиях. Если условия слишком не позволят, шепота можете петь Киртон. Вот, хлопая в ладоши, тихонько, никого не беспокоить. Так предные пели в тюрьмах. Иногда в одной камере сидят там люди. И вот, кто курит, то анекдоты рассказывает. А кто-то сидел вот так вот в ладоши и тихонько пел Киртон часами. И Кришна присутствовал. Вот такие сокровенные моменты, знаете. Поэтому условия помогут нам, может быть, даже. Средоточиться на святом имени, погрузиться в воспевание. Не упускайте время. Пойте, для Кришны пойте именно. Спасибо большое. Спасибо большое. Вопросов больше нет. Я хотел спросить Елену Матача. У нас гость из Италии есть. Вы здесь, Елена Матача. Потому что вы были на первой части. Да, да. Саду Санга Прабу держит руку уже. Сейчас, хорошо. Саду Санга Прабу, пожалуйста, Вам слово. Харе Кришна. Харе Кришна, Таи Пахваны. Читань Чандра, Чарам Прабу. Вот Гайтре хотел бы вопрос. Пожалуйста. Харе Кришна, я хотела вопрос задать Гуру Махараджу. Можно, да? Кому тебе продолжу? Да, конечно, пожалуйста. Харе Кришна, Читань Чандра, Чарам Прабу, Гуру Махараджу, простите, пожалуйста. У меня просто такой вопрос вот по Бахтиврикше. Мы вот уже сколько лет ведем, почти уже 7 лет, да? Больше даже 7 лет ведем Бахтиврикшу в Ташкенте. И нам удалось открыть две группы, взрастить двух лидеров. Ну, у нас сейчас еще есть другие группы тоже. Там БВ-0 есть, БВ-1 новая группа вот сейчас. И просто у меня такой вопрос, что вот люди приходят, и мы о них заботимся, все делаем, и просадом кормим, и звоним, и все делаем, да? И на вопрос их отвечаем. И когда они вырастают, уже там на уровне, уже про нам Гуру читают, выбрали Гуру, да? Потом почему-то они начинают отходить, становятся такими самостоятельными, независимыми. А мы, получается, новых людей приглашаем, новых людей набираем. И каждый раз такая, ну, как бы часто эта история повторяется, кроме тех, кроме нескольких предных, которые остаются всегда с нами. Ну, и вот, считая вот этих лидеров, которых мы взрослили. Вот, это означает, что мы не совсем успешные проповедники, или мы, я не знаю, как. Вот как нам быть, чтобы люди оставались, и мы могли вести их дальше? Или мы сами такие не совсем? Наоборот, это означает, что вы успешные проповедники, если вы их приводите к духовному учителю, значит, ваша проповедь успешна. А уже где они остаются, это, как бы, неважный момент. Это не так важно, останутся ли они именно Бхакти Великши с вами, или они пойдут в другое какое-то служение. Они будут вам благодарны всю жизнь, в любом случае. Это так же, как педагоги в школе, они вот, детей обучают, скажем, там, до четвертого класса кто-то, до восьмого класса. И они дальше их отпускают, они идут дальше, но не помнят своих преподавателей, своих учителей. Такова жизнь. Это нормально, вы успешные проповедники. Харикришна, можно вопрос? Да, пожалуйста. Харикришна, дорогие преданы, Харикришна Четанченчен Прабху. У меня такой вопрос, вот, люди, которые, новые люди, которые приходят на Бхакти Великшу, вот, и я заметила интересный момент, который приходит похожими характерами, похожими судьбами, похожими каким-то, ну, как бы, отношениями к жизни люди, вот, это, получается, ну, как бы, это лидер-слуга, ну, как бы, к лидеру слуги тянутся такие люди, или это просто совпадение? Харикришна. Харикришна. Может быть, так, вы просто нравитесь определенной категории людей, они приходят к вам, да, так, может быть, тоже. Это тоже работает. Мне понравился, скажем, какой-то человек, какой-то преданный, я иду к нему, и все. Он даже внешне мне понравился, например, что он ко мне, ну, привыкливо от него, а с улыбнулся. Мне понравился, я пошел. Вот так это происходит спонтанно. Спасибо. Так, дальше Матаджи, Борис, Борислава. Может быть, вы сами зададите? Очень длинный здесь. Могу, конечно, прочитать, но если есть возможность, сами задайте вопрос, пожалуйста. Борислава, когда я прочитаю. Харикришна, Гуру Махараш, спасибо вам большое. Чем больше изучаю Бхагавадгиту и общаюсь с преданными, тем больше привлекаюсь к Кришной. Но мои родные муж и ребенок, с одной стороны, принимают, по их словам, увлечение мамы, лишь бы маме было хорошо, но с другой стороны, как только меня спрашивают, что изучаю, и я начинаю отвечать, то сразу же переключают на другую тему. Но когда я общаюсь с преданными, слушаю лекции, муж очень злится. Подскажите, пожалуйста, как правильно себя вести, чтобы сохранять в семье здоровый климат и вместе с тем не скрыто читать и изучать науку самосознания. Спасибо вам огромное. На это потребуется время и терпение. Раз семья не очень расположена к духовной жизни, вам придется быть очень терпеливой. Такие моменты, например, людей может беспокоить это. Семейные люди могут беспокоить, если, скажем, муж или жена пришли в сознание Кришны, у них меняются ценности. Семья отходит на второе место. То есть Кришна занимает главное место в жизни, потом общение с преданными. Это в сердце уже так. Есть еще Шилапрабхады, духовный учитель. Они занимают место глубоко в сердце. И родственники материалистичные чувствуют это, что некие как бы отдаление происходит, разрыв как будто бы из-за вот этой вот, из-за этих книг, из-за этой вот мантры, из-за этого алтаря. Вот она уже думает не о нас, как раньше, да, только о нас, только вот о муже, только о детях, как о Боге. А уже о каком-то другом Боге думает. То есть они вот это чувствуют, такие вещи, поэтому могут так раздражаться. Поэтому Господь читания говорил, Рагунадда с Госвами, поступай как женщина, влюбленная на стороне, имеющая любовника. Женщина, имеющая любовника, она имеет сильную привязанность, сильное чувство внутри, но скрывает его от мужа и поэтому очень хорошо выполняет свои домашние обязанности. Вот так Господь читания дал такой совет. Выполняет свои обязанности еще лучше домашние, чтобы родственники не заподозрили, вот так как влюбленная женщина на стороне. Вот я примерно так раскрыл этот вопрос. Спасибо большое, Германа Кракшин. Рисим Каприематаджи, ваш вопрос. У вас микрофон выключен. Каунте Прабу, Харе Кришна, спасибо большое. Это Наталья хотела задать вот вопрос. Они никто не могут говорить, потому что мужья не расположены. А, все, я подумал, что это вы. Все, я сейчас прочитаю тогда. Значит, так. Правильно ли я понимаю, что к домашним непреданным нужно относиться как к обреченным, в кавычках, на сознании Кришны тем, кому я приношу Кришну и проповедую в форме Прасада? Да, они попали в ловушку, конечно. Они, может быть, не хотели, но они соприкасаются, видите, через вас. В семье это, конечно, большое потрясение бывает, что кто-то начинает практиковать сознание Кришны постоянно, каждый день. И вот так вот они судьбы. Сами бы никогда не пришли, но вот таким образом соприкасаются и тоже меняются люди. Как сказал, кто же это сказал, Господь Читания или Шла Павпады, неважно, что если вы не пускаете сознание Кришны в дверь, оно придет через окно к вам. Все равно не сможете без этого обойтись. Время такое. Спасибо большое. Тут подтверждение. Этому еще есть, наверное, третий вариант, это через Прасад. Так, вот вопрос-то, скажите, пожалуйста, как в режиме карантина поддерживать вкус Бхакти Врикши, если новичков не привлекает в воспевании святого имени? Их привлекает по большей части Прасад и личное общение на личные темы. Главное – Прасад. Онлайн этого невозможно. Можно готовить онлайн вместе, на кухню идти, ставить там камеру и показывать различные рецепты, потом с аппетитом съесть, показать, как это вкусно. Ну, включить их, энтузиазм такие, может, замужные люди, они тоже захотят что-то приготовить такое вкусненькое, новенькое, что никогда раньше не ели. Рассказать о значении специев. Вот такая специя, вот это такая специя, вот когда вместе получается такой вкус. Ну, в общем, поработать с этим можно. Спасибо большое. Еще один вопрос. От Двара Калиламата. Двара Калиламата живы уже здесь. Задайте, пожалуйста, вопрос. Интересно, предный пишет, а потом. Так, значит, я зачитаю. Есть человек, давно пришедший в сознание Кришны, страдающий алкоголизмом и не практикующий. Приносит беспокойство, хочет приходить на программы, но нам он очень неприятен. После него возникают ссоры. Что делать? Терпеть? Или можно от него отстраниться? Если он приносит какую-то нежелательную гуну туда и никого не слушает, то можете его не приглашать на бактеврикшу. Только на пиры. На праздничные пиры приходите. На собрание не приходите, потому что вы себя ведете не очень хорошо. А вот на пиры приходите. Спасибо. Так, еще один вопрос. Мы, правда, превысили лимит. У нас должны быть вопросы закончиться 15 минут назад. Гурман Карадыч, еще можно вопрос, да? Давайте последний вопрос. Так, вопрос. Обязательно ли нужно новых людей отправлять в те бактеврикши, где по возрасту они более подходят? Где могут создаваться равные отношения, если кому-то не нравится ходить именно куда его направили? И говорят, радуйся, что это общество преданных, и не нужно выбирать, правильное ли это умонастроение. Нет, нет. Они должны сами выбирать, куда ходить. Это как распределение по камерам в тюрьме, знаете? Куда попадешь, не знаешь, да? Нет, нет, выбор должен быть у людей. Это был вопрос от Сангита Матаджи. А можно мне задать вообще вопрос? А, вот, да, пожалуйста. Вот еще можно, Гурман Карадж, последний вопрос. Это Елена Матаджи из Италии. Она хочет открыть бактеврикшу нулевого уровня. И вот активно участвует в нашем фестивале. И вот хотела задать вопрос. Пожалуйста, Елена Матаджи. Харе Кришна, Гурман Карадж, примите мои поклоны. Я живу в Италии, и в маленьком городке здесь нет храма. Но я недавно в сознании Кришны, кстати, благодаря вам пришла, потому что была авария, я лежала долго и слушала ваши лекции. И вот так постепенно потом стала соблюдать регулирующие принципы, стала читать Махманту, но это где-то три года назад. Вот сейчас участвую в изучении Святых Писаний, Сарасвати Лила, и благодаря вот тоже Ати Сундари и Канты, тоже они меня очень задействуют. Спасибо тоже им большое. Хотела получить ваше благословение, Гурман Карадж, на то, чтобы здесь, в этом городке, тоже Бхакти Врикша проводилась. И я вот сейчас стала изучать нулевой уровень, и надеюсь, очень хочу с этим справиться, с русскоязычными, с русскоязычными Махмаджи. Но есть еще возможность, так как я преподаю йогу, можно было бы на итальянский это перевести, и хотелось бы тоже с итальянцами это проводить. Вот как вы на это смотрите, если можете, дайте мне, пожалуйста, ваши благословения. Примите мои поклоны, Харе Кришна. Все мои благословения от всего сердца. Давай давай делать то, что задумала. Дорогие бедные, давайте скажем Харе Кришна. Спасибо большое, дорогой Гурман Карадж. Спасибо.